здравствуйте дорогие мои садоводы и огородники я приветствую вас вы в гостях у Елены и сегодня хочу показать вам как сходит рассада которая уже взошла которая вот-вот только взойдет сегодня у нас 19 апреля вот смотрите капуста браколи уже всего вот здесь тоже все всходит смотрите как фасоль зашла у меня шикарно видите и здесь все всходят все прекрасно это дыни и арбузы вот видите какие они и вот там тоже все сходят эти фасоль уже какая большая вот такая всхожесть прекрасная а это у меня пила рогожки смотрите какие красивые какие они пышные после обрезки посмотрите какие они красивые виды какой компактный куст и как красиво цветет очень крупный вот 10 очень красивые у них листочки с такими вот и точечками это вот новинка которая вам говорила тоже смотрите как он был маленький маленький если вы помните видео я вам показывала вот они у меня так разрослись все в бутонах одни бутоны одни бутоны кругом-кругом смотрите вот этот какой весь бутонах вот такие вот бутоны. Их просто уйма. Они все усыпанные. И огромные шапки. Вообще очень красивые. Вот так вот они у меня выглядят. Они вот у меня жили здесь, за городом. Вот. И это привезла с собой. Если помните, я вам снимала, показывала, что только-только Астра начинала. Вот она уже, видите, какая. Смотрите, здесь какая Астра. Уже вся зашла почти. Смотрите, бархатцы все. Вот. Кукуруза. Вот. Свекла. Посмотрите, какая красивая. Вот. Смотрите, дыни, кабачки, фасоль вьющая, кукуруза. В общем, все. Вот я вам показала. Горошек. Посмотрите, какой красивый вот этот вот горошек. Вот. Вот это горошек. Вот. Я их, видите, как открыла, проветриваю. Это обязательно нужно. А там уже они стали появляться. Некоторые еще только-только начали. Вот, видите. Но я все равно открыла, чтобы не было никакой плесени. Это вот шпинат вот пошел у меня. Жирналистный такой шпинат. Это не земляничный шпинат, который мы с вами сеяли. Вот так. Видите, какая прелесть. Правда, на улице я вам просто не передам, какой мрак. Очень холодно. Вот у нас эта ночь была 5 градусов мороза. Уже в 7 часов вечера был ноль. И вот сегодня ночь на завтра это просто вам не передать, какой самый сильный холодный день будет. А потом уже, вроде как говорят, начнется жара. Будем в это, конечно, верить, что это так. Ужасно. Вот в Подмосковье вообще, вот мы на северо-западе, конечно, кошмар. Я топлю теплицу, потому что невозможно без этого. Очень холодно. Вот сейчас на улице всего лишь 6 градусов. Можете представить, какой холод? Вот. Очень холодно. Очень. Вообще. Вот. Так что думаю, что все же обманывает. В одном месте читала, ну, как бы слушала и по телевизору, и в интернете читала, что вся будущая неделя будет холодной и только на той неделе будет уже концовка, выходные будет тепло. Не знаю, что будет, не знаю, посмотрим, я вам об этом где-нибудь в интернете напишу. Вот. Так вот выглядят мои посадки на сегодняшний день. Вот такая прелесть. Видите, как они хорошо. Все, очень хороший способ. Мне он очень нравится. Очень нравится. Ну, и много, конечно, спрашивает. рассада вот в самокруточке должна быть всего лишь храниться только две недели, может быть, чуть больше. Но если вы не подсчитали, когда высадить, вот видите, как у меня морозы пошли, холод пошел, будем надеяться, что через недельку уже будет тепло. Вот. То, как бы, подсыпать землю. Вот она уже вот так вот взошла. Вот видите, здесь первый и вот остальные. Смотрите, видите как. Вот. Все вот прямо вот-вот взойдут. То можно засыпать земелькой их и все будет прекрасно. В целлофане это вам не подложка. В целлофане они прекрасно стоят земелькой, будут расти, потом пересадка будет прекрасная. Но, конечно, кроме огурчиков. Огурчики отдельно в стаканчике я пересаживаю, дыни отдельно в стаканчике и арбузы. Все остальное переносит в пересадку замечательно. Вот. И опять же к тому вопросу, что кто-то говорил, что неправильно я ставлю семена. Вот. Вот, пожалуйста. Видите, какие. Смотрите, как неправильно. Посмотрите, показываю вам. Все всходят прекрасно. Они почему-то повернулись как им надо и все всходят прекрасно. С одного, с другого конца семечко найдет, как взойти. Поэтому вы, конечно же, сажайте, как вам хочется. Как вы считаете нужным. Вот. По правилам. Вот. Я просто еще раз доказала, кстати, вы сажали по правилам, а я не по правилам. Еще раз доказала вам, что не по правилам, тоже прекрасно всходит. Как семечко не бросите, оно взойдет. Вот. Мне мама говорила, не париться в этом, я это делаю, и прекрасно. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Видите, какие всходы. Прекраснейшие. Вот. Вот, пожалуйста. Видите? И тыквы. Вот это вот тыковки. Смотрите, какая прелесть. Вот. Это вот огурчики у меня. Вот. Вот огурчики. Вот они прям стоят все. Очень даже хорошо. И цветочки. Вот. Ну все, мои хорошие. Вот такое вот коротенькое видео получилось у меня. И еще хочу сказать вам, задать вопрос своим подписчикам, дорогим, любимым. Я вас очень уважаю. Все, что я делаю, это для вас. Просто хочу спросить. Мне советуют, чтобы я делала видео короткое. Там 5-7 минут. И таким образом говорят, что у меня будет больше просмотров и больше подписчиков. Вы знаете, я не гоняюсь за большим просмотром и за подписчиком, если хотите знать. Мне просто нравится этим заниматься. Вот, верьте, нет. Мне это нравится заниматься. И сколько будут подписчиков, столько они мои будут. И настоящие подписчики, те, кто меня смотрит, они и будут мне смотреть. Потому что я вижу, что они мне говорят, что лучше так объяснить все постепенно. За 5 минут я все не объясню. Тогда просто, девочки, видео будет начало и конец. То есть я вам не смогу показать, как я работаю с тестом. Я вам не смогу показать, как, например, в саду я работаю. Понимаете, когда наглядный, для новеньких, я лично для себя решила. Потому что я сначала увидела много, и даже сын мне сказал, мама, вот так лучше. Потому что многие начнут вот так, так, бац, и все, и все кончилось. И кучу вопросов им задают, и они на вопросы не отвечают еще вдобавок. То есть вы думаете, что я просто так, что ли, вот я просто тоже как бы с сыном вместе, он у меня молодец, он с компьютером на «ты». Он успешный блогер. У него за 5 месяцев 100 подписчиков. Очень у него все хорошо идет. Если кто хочет, зайдите, просто наберите «Верь Ёмин» и все. «Верь Ёмин». Вот, на русском набирайте. Он у меня там есть в лучших. Посмотрите. В лучших. Вы, наверное, знаете, кто с интернетом работает. В лучших подписчиках. Вот. Так что вот так. Напишите. Я буду очень ждать. Потому что кто что пишет, кто мне одно пишет, кто другое. Но это пишет у меня, хочу вам сказать, изредка бывает. Там один-два человека такое предложат. Что коротко. И таким образом будет больше. И таким образом будет больше вопросов, на которые я замучаюсь отвечать, понимаете, и запутаю вас и себя. Это очень сложно. Вам хорошо с той стороны говорить? Очень хорошо с той стороны говорить. Потому что вы это не делаете. А на самом деле это не так-то и просто блогерство. Не так-то просто. Почти все мое время уходит на это. Я даже с хозяйством порой не успеваю. И иногда мне муж говорит, что пора закрыть эту лавочку. Но он меня любит и уважает. Я говорю, что я этим люблю заниматься. Мне нравится. Я ушла с работы. Потому что в связи с своим заболеванием. Потому что или умирать, или работать надо было выбирать. Я выбрала жить. Вот. Вот. Не умирать и не работать. Я выбрала жить. Поэтому, девочки, я, конечно, вот напишите мне. Очень жду просто ответа на это. Потому что для меня это очень важно. И не знаю, как я смогу по-другому. Вот. Я такой человек, что я люблю досконально все объяснить, все. И не такой я, ну, торопливый, что быстро-быстро там. Ну, не знаю. Не знаю, как еще сказать. И еще немножечко скажу тем людям, которые все время меня делают замечания, что я кашляю, шмыгаю. Девочки, не дай бог вам заболеть тем, что болею я. Вот сейчас вот я на улице снимала видео о землянике, о своем блокхозе там вот. Ну, это вот. И просто уверена, что мне как бы обязательно напишут о том, что я шмыгаю. Потому что в тот момент, когда я это снимала, я не знаю, я еще не загрузила. Я вам буду только загружать. У меня очень сильно воспалилась аллергия, потому что у меня на холод началась. У меня раньше не было, у меня на химии было, а сейчас на холод. И я каждую секунду не буду же отключать камеру, чтобы мне вот как-то, оно как-то само получается. Поэтому, девочки, если вас это раздражает, то, пожалуйста, очень достойно можно уйти с канала, закрыть дверь тихонечко и уйти. И не обязательно оставлять после себя капли яда. Вот простите меня, но я уже вынуждена об этом все говорить. Вот. Раздражает, до свидания. Я просто удивляюсь, какие у вас нервы. Тогда, пожалуйста, обратитесь к врачу и вылечитесь, потому что это очень опасно. Вот и все. Вот. А так, я обожаю своих подписчиков. Привет всем, мои хорошие, что вы меня поддерживаете и пишите мне, чтобы я снимала так, как снимала. Многие там, читают же многие внизу, кто пишет. Я, конечно, стараюсь сразу блокировать тех людей, сразу. Но для этого мне нужно времени, мне нужно заходить. И когда я вижу начало вот этих сообщений, то я даже конецовку не читаю порой. Тут же прямо блокирую. Потому что хорошего от этого человека, от подписчика этого, может быть, он и не подписчик, мне ждать нечего. Вот. И я просто блокирую для того, чтобы он не смог мне написать в дальнейшем гадости. Потому что это неприятно. Тут стараешься все, как бы, делаешь, бегаешь, все, как бы, ну, действительно все. А тебе еще вдруг такое напишут. Так, пожалуйста, YouTube большой, откройте, пожалуйста, и зарегистрируйтесь, и откройте свой канал, и покажите, вот, как вы можете лучше. Потому что на камеру можно и растеряться. Бывает, вот, все знаешь, начинаешь рассказывать, что-то забудешься, позамерзкаешься. Все бывает. Девочки, это же не идеальный канал, я же не на телевидении, правильно, чтобы я там все выучила, и там за меня все каждое слово подбирали и делали. Понимаете, это я делаю сама. И как я умею делать, так я и делаю. Ну, как сказал мой сын, что я все идеально делаю. И не надо меняться, будь мама такой, как есть. У тебя прекрасно получается, не надо быть один, чтобы были одинаковые каналы. Если я что-то показываю, вот, я парикмахер, и я учила девочек, учила, у меня были ученики, вот, в начале, когда еще у нас пубон был, мы учили, потом уже частные открылись. И очень нравилось девочкам у меня учиться, все просились, многие у меня, что я, как бы, объясняю очень хорошо, всем понятно. Вот. А у других мастеров, они так просто, слегка там, там зацепили тут. А я уж, если начинала объяснять, к примеру, стрижка боб, так я каждой расскажу еще свои фишки, то есть, свой секретик расскажу. И они до сих пор помнят, и благодарят меня, они прекрасные работники, работают, и благодарят, что я им очень много новинок открыла для них, всяких разных фишек, всяких секретов. Вот. И по моим стопам они работают, и делают такие же движения, как и я, это очень приятно. Поэтому, девочки, смотрите, я вот учту все свои, все ваши, как бы, пожелания. Очень жду ответа, потому что уже созрело все это, как бы, я устала это читать. Вот. И будем думать. Если большинство согласится на то, чтобы было все так же на моем канале, как сейчас есть, то я обязательно, потому что я все для вас, мои хорошие, все, что я не делаю, все, что я не снимаю, все стараюсь, я все для вас. Вот. А если будет больше тех, кто 5-7 минут, то сделаю, как 5-7 минут, потому что все, что я делаю, не для себя же я делаю, а для вас, как бы, вот. И мне не хочется обижать тех, кто хочет, чтобы видео были полноценными, как бы, не короткими, потому что в 5-7 минут не вложишься. Это я не знаю, что можно там сказать. Просто показать, а потом уйма вопросов. А для новеньких. Вот. Бывает, я другой раз тоже укорочу, скажу, и потом раз смотрю, у меня куча вопросов к этому. И потом сидеть всю ночь, отвечать на вопросы, это ужасно тяжело. У меня очень ругается домашний, особенно муж очень ругается. Говорит, ты ушла с работы, я был рад, что ты наконец-то ушла. Вот. И сидишь дома, и вот наконец-то будешь отдыхать, вырастила четверых детей, теперь будешь внимание, как бы, себе уделять, и будешь своим делом, вот так, заниматься там, огородом, все, так ты на себя, на свои плечи взвалила еще больший труд, и мне это видеть просто невозможно. Очень тяжело, он говорит, вот. Вот. Потому что, на самом деле, девочке, этим очень тяжело. Ну что же, я показала вам свою рассаду, немножечко, у меня еще есть теплица, потом сниму там, во всю капуста растет, все такое. Вот. Просто спущусь, потому что только приехала за город. Вот. Вчера. Ну все, мои хорошие, жду ответов от вас. Пока-пока.